МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние подробности из Барселоны, где сегодня совершен теракт. Что будет с ценами на наши тарифы? Весь из полей и мулярен в бронзе. В Минске открыли памятник Песниру. Об этом и не только в нашей программе. В студии Ирина Мартьянова. Добрый вечер. Итак, срочные новости в эти часы приходят из Барселоны, где прямо в центре города этим вечером фургон врезался в толпу людей. По предварительным данным, не менее 13 человек погибли, не менее 80 пострадали. Водитель фургона скрылся, полицейские уже задержали человека, который является хозяином микроавтобуса. Сообщается также, что один из подозреваемых в совершении теракта ликвидирован. Наши дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших белорусы и рекомендуют нашим гражданам, находящимся в Барселоне, выйти на связь. Хронологию событий восстановила Александра Шкарупина. Вой полицейских сирен, крики о помощи, лежащие среди обломков люди. В один миг туристический центр Барселоны превратился в зону боевых действий. Несколько часов назад здесь в толпу пешеходов врезался микроавтобус. Медики пытаются как можно быстрее доставить раненых в больницы. По некоторым данным, их уже более 80. Район оцеплен, закрыты магазины и ближайшие станции метро. Полицейские уводят людей с места происшествия. Те, кто пережил этот ужас, рассказывают об увиденном. Творилось непонятно что. Полицейские сказали нам закрывать рестораны и выводить посетителей. Все вокруг запаниковали. Никто не понимал, что делать и как реагировать. Мы ничего толком не знали, только то, что случился наезд. Это просто ужасно. Сейчас испанские правоохранители ведут поиски водителя микроавтобуса. Он скрылся с места преступления, предположительно, с сообщником. Его личность установлена. Полиция располагает и фото. Также появилась информация о задержании причастных к нападению. Теракт в Барселоне уже осудили ряд стран. В эти минуты слова поддержки звучат от мирового сообщества и от официальных лиц. Мы выражаем соболезнования в связи с гибелью людей и травмами, которые произошли с таким количеством невинных. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Мы готовы помочь правоохранительным органам, органам национальной безопасности в Испании. Террористы всего мира должны знать. Соединенные Штаты и наши союзники решили найти вас и привлечь к ответственности. Тем временем наши дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших белорусы и рекомендуют нашим гражданам, находящимся в Барселоне, выйти на связь. В помощь открытый властями Испании телефон горячей линии. Посольством установлен контакт с сотрудниками полиции города Барселона и во взаимодействии с правоохранительными органами Испании. Посольство выясняет, есть ли среди пострадавших в результате происшествия в городе Барселона граждане Республики Беларусь. В центре Барселоны продолжается спецоперация. В больнице срочно ищут донора в крови. Полиция сообщает, что обнаружен и второй фургон террористов. Закрыты центральные станции метро. Здравствуйте. Нам, как учился, мы оказались в этой двери в Барселоне. Совершенно недалеко от нас происходит в этот момент террорист. По опытуным сообщениям, несколько людей в зерозаложниках. Достаточно страшно, потому что только вот недавно мы гуляли по этой улице. И только вот судьба нас попла от того, что сегодня мы на этой улице на Рамбле не оказались. Если сейчас смотрите на настроение людей, то сейчас действительно много людей переговаривают друг с другом. И, ну, наблюдается паника. Но она здесь должна быть абсолютно нормально. А в прессе уже появилась информация о том, что о возможном теракте испанских правоохранителей предупреждали. Так это или нет, покажет время. А вот уже что точно известно, эта ночь будет для жителей Барселоны одной из самых неспокойных. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. В Минске выясняют обстоятельства трагической аварии, которая произошла сегодня утром. Автомобиль такси на въезде в город врезался в маршрутный автобус. В результате погибли двое, еще двое в реанимации. Татьяна Ревизори с места трагедии. Авария произошла в начале восьмого утра на пересечении Минской, Кольцевой и улицы Мирошниченко. Рейсовый автобус поворачивал к диспетчерской станции, в то время как автомобиль такси въезжал в город. Такси летел на скорости большой-большой. Машину склепало страшно там. Водитель, только были видны руки и голова чуть-чуть. А напереди вот женщина была, ее выбросило сразу. Глядя на груду искореженного металла, нетрудно представить, насколько сильным был удар. В машине такси находилось четверо. Заблокированные бессознания на помощь водителю и его клиентам пришли спасатели. К сожалению, не обошлось без жертв. Девушка 19 лет. Она сидела на переднем сиденье, погибла на месте. Позже еще один пассажир, парень, умер в больнице. По предварительным данным, никто из пассажиров и водителей такси не были пристегнуты ремнями безопасности. По данному факту, управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело по статье 317. В салоне автобуса в момент ДТП была только уборщица. Женщина, как и шофер на маршруте номер 24, не пострадали. Еще несколько часов пассажирские массы, смятая легковушка находились в районе съезда с Кольцевой. Осмотр места происшествия проводили следователи, эксперты и сотрудники ГАИ. Фиксируются следы на месте происшествия, на основании которых будет назначен ряд экспертиз. Таксист и выживший пассажир сейчас находятся в Минской больнице скорой помощи. 30-летний мужчина и 19-летний парень поступили в тяжелом состоянии. В течение первого часа им оказана, на мой взгляд, высококвалифицированная медицинская помощь. В настоящее время больные находятся в реанимационном отделении. Состояние их остается тяжелое, пока они на искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, доктора отмечают прогноз однозначно благоприятный для обоих мужчин. Тем временем обстоятельства смертельного ДТП продолжают выясняться. Финальную точку поставят следствие. На счету белорусских хлеборобов уже более 6 миллионов тонн зерна. По количеству обмолоченных полей в лидерах Южные, Брестской и Гомельской области. Самый весомый намолот по-прежнему остается у Минского региона. Здесь рассчитывают на каравай весом в 2 миллиона тонн. К лидерам жатвы накануне присоединились гродненские аграрии. У них в закромах тоже свыше миллиона тонн зерна. В Могилевской области сегодня чествовали аграрии в Шкловского района. Они первыми преодолели рубеж по намолоту в 100 тысяч тонн зерна. Здесь же самая высокая урожайность в регионе. В среднем с одного гектара убирают по 52 центнера. В Шкловском районе 10 комбайнеров-тысячников и 5 водителей, перевезших с полей более 1000 тонн зерна. На этой уборочной у нас урожай намного больше. Ну, оно тяжелее, как сказать, привыкше уже. Но больше настроения, радости больше убирать. В бункер сыпется отлично. Жалоба день и ночь. Мы планируем еще не меньше 30 тысяч тонн собрать хлеба. Особых проблем в этом году с уборочной компанией нет. Техника подготовлена. Топливо с помощью государства. Все организации обеспечены. Торопятся и витебские аграрии. Подмочить репутацию северному региону нынешней ночью не смог даже проливной дождь. В поля комбайны вышли чуть позже обычного. Правда, нюансы в работе с мокрым зерном все же есть. Какие, знает Анастасия Бут. Ливень, который нынешней ночью обрушился на Витебскую область, несколько изменил привычный график работы аграриев. Несколько часов комбайны вынуждены были простаивать в поле, в ожидании, пока солнце подсушит колоски. Мокрое зерно плохо просыпается через решето комбайна, а солома хуже срезается. В итоге увеличиваются потери. Стальной хватке погрузчика непогода не мешает работать. Под проливным дождем или палящим солнцем Александр Чижиков стабильно убирает спрессованную солому. По 100 тонн делаем в день. Работаем с 7 до 9. Если большой дождь идет, тогда сыром могут тракторами резать поле. А так помехи большой нет. Сын механизатора пошел по стопам отца и сейчас на практике в том же хозяйстве. Вместе с коллегами отвечают за исправность техники. И вот уж кому на руку несколько часов простое, так именно автомеханикам. Мы производим своевременное ТО, чистим комбайны, просматриваем все узлы, чтобы техника в поле вышла полностью готовой, чтобы не было простоев на поле. Круглосуточно кипит работа на зерносушилке. Производительность комплекса до 480 тонн. Хозяйство Рудакова в этом году радует и сухость зерна 17%, и его урожайность почти 63 центни раз гектара, на треть выше прошлогодней. Чистого продукта получили более 7 тысяч тонн. Комитетам поставлена задача подготовить 900 тонн семян. В план для Витебской области на сегодняшний день засыпано уже 400 тонн. Это один сорт. И остальное будет второй сорт в бурту. И мы укрываем пленкой, чтобы зерно не замыкало. Дождь в принципе не мешает. Во время селекторного совещания президент поставил задачу завершить уборку до 20 августа. Южные регионы страны стремительно приближаются к финишу. На севере несколько запаздывают. Сегодня здесь убрано чуть более 50% площадей. Вал зерна 550 тысяч тонн. Витебская область намерена намолотить не менее миллиона. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Ну а столичный регион сегодня поздравлял первых трехтысячников. Это братья Антипцевы. Работают комбайнеры уже много лет в хозяйстве Рачковичи Слудского района. Отмечали их работы не раз. Братья каждое лето вносят свой вклад в общий каравай. Старший Александр круглый год трудится в хозяйстве под Слудском. Младший Владимир работает в Минске. Но из года в год на сезон уборочный берет отпуск и возвращается в родные поля. Аграрии области собрали уже полтора миллиона тонн зерна и убрали 80% сельхозугодий. И это фактически финишная прямая. Что будет с ценами на тарифы? Одну из самых волнующих тем для белорусов обсуждали сегодня в Верхней Палате Парламента. Напомним, что с января в стране планируется стопроцентный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, за исключением тепловой энергии. В этой связи в разговоре приняли участие и представители регионов. Все подробности у Евгения Горина. Каждый день на полигон Северный привозят по 300 машин мусора. Это одна из трех больших урн Минска. Работает с 1981 года. Сейчас уже на пределе. 30 сентября полигон примет последнюю тонну отходов. В дальнейшем автотранспорт с этими отходами, которые послал на этот полигон, будет перенаправлен на полигон Тростенецкий и Прудища. Полигоны справятся, но срок эксплуатации полигона Тростенецкого сократится в два раза. Поэтому актуален вопрос выделения новых площадок. По словам чиновников, новые площадки для мусора ищут уже 8 лет. Город отходы увеличивает, но место под новый полигон не дает. Скептически к этой необходимости относятся и в области. В Совете Республики сегодня проблему захоронения твердых отходов Минска назвали одной из самых острых. К сожалению, сегодня мы видим большую инертность. Это касается не только города Минска, а многих местных исполнительных и распорядительных органов, которым проще дать команду на открытие нового мини-полигона или полигона, не задумываясь о том, что он также требует достаточных затрат на свое содержание. В Беларуси 169 полигонов и 450 мини-полигонов. Это одна из нескольких направлений работы жилищно-коммунальных служб. Самая близкая к человеку и самая проблемная сфера похожа на пороги больших перемен. Обговаривалась общая политика отрасли, механизмы привлечения в нее частников. Пора уже менять на сегодняшний момент стереотипы о том, что потребитель – это проситель, жалобщик или просто плательщик услуг. Потребитель на сегодняшний момент, мы считаем, это клиент, требующий к себе уважительного отношения и внимания. Защита прав потребителя – одна из приоритетных обозначенных проблем. Однако это двустороннее движение. Сейчас населением возмещается 75% стоимости услуг ЖКХ. С 1 января следующего года планируется выйти на стопроцентный уровень. Правда, до этого будет еще и индексация. Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8% больше за коммунальные услуги. Но еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это и предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась уже в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем, опять же, исходя из того роста номинальной заработной платы, которая будет происходить, которую мы видим. Мы оцениваем, что эта индексация составит порядка 10%. Соответствующим образом и повысятся тарифы для населения. Работа по снижению затрат ЖКХ, а значит стоимости, один из приоритетов. Грядущий январский стопроцентный уровень возмещения цен на ЖКУ не будет касаться тепловой энергии. Сейчас это самая значительная статья расходов для потребителей. Прогнозируемую себестоимость 101 рубль тепловой энергии хотят довести до не более чем 80 рублей и активно вовлекать тепловую модернизацию граждан. Ведь 94% жилфонда в частной собственности. Жилые дома отключают от неэффективных теплотрасс с переводом жилья на индивидуальную систему отопления. Эта работа проводится за счет средств бюджета. Граждане получают дополнительную выгоду, что могут самостоятельно регулировать вопросы теплоснабжения, самостоятельно начинать отопительный сезон и завершать его в тот период времени, когда им это более выгодно. В ближайшие недели должна пройти масштабная работа по согласованию единой политики ЖКХ, а также тарифной тетради, где по пунктам будет расписано, сколько что стоит. В Совете Республики было обозначено, что она должна быть объемной и подробной. На сентябре нонсировано большое совещание у президента на тему жилищно-коммунальных услуг. Евгений Горин, Тамер, Малак, телекомпания СТВ. Беларусь рассчитывает на расширение промышленной кооперации со Свердловской областью. Об этом заявил премьер-министр на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора этого региона России. Андрей Кобяков и Евгений Куевышев обсудили вопросы сотрудничества. Основные направления – торговля, сельское хозяйство, ЖКХ, наука и образование. Страна готова применять в машиностроении российские пусковые системы, в свою очередь предлагая передовые технологии производства и переработки сельхозпродукции, а также технику для нужд АПК. У нас хороший потенциал развития торгового сотрудничества. Сегодня Беларусь готова предложить Свердловской области современную дорожную, строительную, коммунальную технику. Последние годы мы развивали ее производство, ориентируясь прежде всего на потребности российского рынка. В прошлом году исполнилось 15 лет с момента подписания соглашения по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Свердловской областью. Мы стали большими партнерами, соратниками и приправляемыми связями нашей экономики в гуманитарной сфере. И реализовали уже достаточное количество правил. И сегодня руководитель Свердловской области принял участие в церемонии открытия памятника своему земляку, основателю ансамбля «Песниры» Владимиру Мулявину. Музыкант родился в Екатеринбурге, где его по-прежнему помнят и любят, и где три года назад тоже была установлена скульптура в память об известном исполнителе. И вот сегодня уже при поддержке российской стороны такой памятник появился в Минске. Материал Виктории Ходосок. В концертном костюме с гитарой в руках, в глазах задумчивый взгляд. Таким образ Владимира Мулявина запомнился миллионом. Передавать эмоции на лице в точности скульптору и автору работы Александру Кострюкову помогало личное знакомство с музыкантом. Подсказывали и родственники Песнира. Я просил очень строго меня судить, потому что я могу заблуждаться, могу привыкать. Знаете, глаз замыливается, и поэтому они мне все говорили, что надо было с их точки зрения, но практически замечаний не было, потому что я все-таки над образом работаю 14 лет уже. Памятник Мулявину в Минск привезли из Екатеринбурга. Малая родина музыкантов. Полностью из бронзы, 2 метра в высоту и весом почти в тону. Монумент разместили на бульваре имени знаменитого Песняра рядом с Белгосфилармонией. Вот смотрите, у нас здесь недалеко как раз-таки три Песняра. Янка Купала, Якуб Колос и Владимир Мулявин. Вот, и я думаю, что, наверное, будет такая вот у нас Песняровская здесь земля. Давно уже должен был появиться этот памятник на самом-то деле. Да, очень отрадно, что наконец-то он занял свое учебное место в нашем городе. Даже дети маленькие танцуют под его песней. Это песни души, песни счастья. Поэтому мы его очень любим. Именно со сцены филармонии коллектив начинал свой большой творческий путь. Слава Песняров в 70-х было просто феноменально. Они получили признание не только в Советском Союзе, но и на Западе, где белорусский ансамбль ставили на одну ступень с Джоном Ленноном и Пинк Флойд. Нам белорусам, вернее, пошанцевало, что такие великие музыканты приехали, остались у нас працевать, у нашей филармонии. И, вернее, приемно и добро, что зараз мы открываем помню к яму, как бы наша талиновитая молодь, как бы они памятовали, что был такой великий гений Мулявина. В этом году Владимиру Мулявину исполнилось бы 76, если бы не авария и тяжелая травма позвоночника. О нем говорили, да и будут говорить. Человек невероятного творческого диапазона. Композитор и дирижер, певец и гитарист-виртуоз. Никогда народные песни не исполнялись так современно. А еще создатель и руководитель одного из самых успешных ансамблей за всю историю Союза. Виктория Хатасок, Оксана Симашко, Сергей Васюкевич и Михаил Потягов. Телекомпания СТВ. На этом выпуск завершен. Оставайтесь на нашем телеканале и до встречи.